здравствуйте мои дорогие друзья я александр пичуев и сегодня хочу поднять тему который нет в интернете и которая актуальна в данное тяжелое время и по сути такие люди я думаю были всегда и многие себя узнают в этом видео перед просмотром поставьте лайк комментарий это создать стимул больше снимать для вас видео как говорится предатели в магии или предатели то чем они занимаются проходит время и проходят века как говорится ничего не меняется люди как придавали силы так и предают это скотское отношение я бы сказал это даже не опытность это признак не опытности признак то что человек всю жизнь себя ищет что он себя не нашел и никогда не найдет а следовательно никаких у таких людей не наставников не учителей нет и они идут самостоятельно и не знают вслепую идут магию не обладая ни ясновидением ничем даже карты им не показывают что нужно куда двигаться я поднимаю эту тему не просто так дело в том что уже повторяются часто случаи люди поддаются соблазнам магии этот настолько примитивно и настолько низко я бы сказал и настолько выдает неопытность мага что как будто он занимается пару месяцев магии или всего лишь год как будто только вступил на этот шаткий путь или на путь как будто на лезвие какое-то до ножа и боится упасть и для этого он использует и готов все силы а придавая любые силы делая это я уже говорил о шамане которые обсирал кимбанду всяко разно он екатеринбурге насколько помню живет дед сверловской области у нас вот и человек грязью поливал кимбанду гал что это секта что вот он такой полист вот он такой юрубистом только во вифа состоит в сантере венесуэльских культов а вот кимбанда такое говно дерьмо он говорил да и проходит время я так думаю ну ты же понимаешь что ты зря это делаешь зачем ты хаиш называется культ которого ты не знаешь то что твой друг какой-то там занимается этим и смешивает там допустим там соломоник соломонской или простые демоны это да похоже но и знаешь что это одинаково это как астарот там это он а другом культе это будет астарта то есть все таки отличие есть но человеку насрать и да обсирался до того что сам включился в этот культ и прошел посвящение мне всегда так интересно а что же будет с таким человеком который придает силы или хает это же самое знаете хаять россию и потом приезжать в нее да или хаять какую-то америку и уезжать туда то есть это лицемерие это неопытность это признак что человек сам себя выдает что он показывает что он неопытен он ни хрена не знает не понимает в этой области но при этом он имеет право типа имеет право об этом говорить как будто он знаток какой-то спец понимаете и в этом большая кроется всегда ошибка и слепота любого специалиста в области магии сейчас многие люди начали заниматься арабской магии я так слежу и наблюдаю за такими людьми и это чем-то напоминает мне подростков которые сначала занимаются все чернокнижьем что там отомстить людям которые буллингом занимаются которые над ними в школе возможно издевались до чернуха и сразу черной магии чтобы не все боялись и так далее то есть когда люди этим занимаются они именно преследуют какую-то цель кто-то хочет там приворожить владеть каким-то мужиком или женщины для своих сексуальных у тех да кто-то хочет власти и так далее но никто этого не получает в сугубу своей неопытность и слепоты вот ладно бы только в этом была проблема но проблема кроется гораздо гораздо глубже когда человек сам даже может в это не верить но придает на словах резко обсирает о чернокнижья это говно дерьмо это новодел хотя до этого чуть не жопу целовал этому культу или этим инструментом магическим да это предательство и силы это запомнят когда человек поиграется в магию с другими культами поэкспериментирует и вернется как всегда бывает в тот культ который он грязью поливал или наоборот что-то новое в этом откроет этот культ ему устроит спектакль него просто не будет работать магия мэти поэтому многие люди когда переходят сначала с чернокнижей в руны они говорят что они такие рунологи все они такие охренительные рунологи и легко предают руны допустим да ну просто уже относятся так по фигически и найдя какой-то способ другой дело в том что вот такое прыгание как со стула на стул она опасна с одной стороны да человек должен изучить я не оправдываю сейчас этих дебилов это их ошибка и вина сугубо их им расплачиваться потом с долгами перед богами этими силами которых они обылили грязью и устроили такое искривленное впечатление люди же потом будут смотреть и думать что вот они сказали значит так и есть да вот и ошибка это не опытность естественно в первую очередь это значит люди по-настоящему магии не занимаются не просто мошенники и просто балаболы пустозвоны которые готовы при предать и мать свою понимаете при этом перри сначала восхваляя ее как говорится получая что-то от матери доброту любовь называется поддержку а потом легко приняв и забыв о подарках которые эти силы давали обо всем также происходит потом с рунами вот люди потом удивляются почему через определенное время они возвращаются в графическую магию какую-то да там сигил или рун или глифов пиктоглифов и они удивляются почему это не работает они получают результат который был раньше эффект быстрый до раньше получали а потом они уже ничего не получают а возможно получают болезни им хреново и плохо эта ошибка заключается в том что человек охамел и оборзел он начал относиться к силам по-другому я не говорю сейчас обществах сектах шизофрениках как говорится мошенника которые зарабатывают прикидываясь магами а сейчас говорю о тех людях которые реально предают и орут об этом понимаете они орут об этом что они готовы предать этот культ и изменить ему и когда вы приходите допустим там в арабскую магию графическую магию востока копскую да и начинаете применять какие-то талисманную магию то есть ты вас да и начинается вот эта проблема да вас культ примет но потом культ вас нафиг пошлет это же арабская магия раз вы предали несколько эгрегоров ну как как говорится как и в христианстве если вы христианство предали как говорится перешли в другой культ то через определенное время этот культ вас может выкинуть если вы только пикнете или подумаете бросить этот культ понимаете вас просто выкинут и лишат всех привилегий и все что вам это дало вот поэтому я не просто так это говорю я это говорю для тех тупиц которые играют вот в эти культы играют ой я тут попробую там ой мода вы знаете ведомые на моду давить ой сейчас мода на руны давайте рунами а завтра на мода на чернокнижие будем чернокнижие заниматься все-таки умные а мы знатоки и мы всегда все умны этот не прокатит вы можете обмануть толпу баранов подписчиков но вы не обманете эти силы и эти силы потом вам в тыкву дадут и ни одна магия потом вам не будет помогать ни один культ ни одна структура ни один магический инструмент вот в чем опасность можно лишиться этого всего и потом вы скажете что магия не работает для вас и она не будет работать для вас чтобы предали и чтобы вы уже не делали назад пути уже не будет вот в чем в чем опасность многие свои кочерыжкой тупой этого не понимают я думаю некоторым это не объяснить может кто-то после этого видео конечно же осознает что-то но некоторые я думаю не учатся и они идут путем риской смерти вот потому что силы всегда возмещают как говорится кем бы вы не были хоть мошенником занимающийся маги приходит время так сказать платить долги долги должочки и то что вы должны были для этих сил дать творчество творчески проявляясь да они заберут это и поэтому предатели разных эгрегоров они никому не нужны ни один культ магический вас не возьмет потом вы будете бежать сверкая пятками и потом жалея о том культе с которым вы работали и орали я понимаю мошенникам и магам начинающим выгодно многим верещать что они какие-то черные колдуны и такие страшные темные ведьмы это очень создает красивое впечатление обложку времени давить что вы охренительно что вы что-то можете что черный это сразу страшно да не обязательно черный маг может или черный шаман или черно как ведьма там они внешне не отличаются от обычного человека они не запугать не проклинать никого это обычный человек для тупицы это знаете не объяснишь образ фильмов называется ужасов поэтому когда вы переходите в арабскую копскую культуру все таки там греческие корни я не буду сейчас это окунации раскрывать юн доли там дэнфилиум и так далее вот эту всю структуру поймете может быть вы когда но вы не поймете то есть и вы начинаете потом понимать что вы можете пользоваться арабской магии чужими методами чужими талисманами созданными но сами вы нихрена еще не создали а значит вы еще на пути нулевого развития а человек который не может дать культу нихрена и развить и творчески проявить только может копировать только может качать из интернета или из книг и это применять и говорит что он маг и колдун и он такой спец в этой области это опасно тупостью потому что все талисманы двухликого значения многие об этом не знают и не понимают это им не дано просто тупо этого нужно расшифровывать умеете не только просто арабский культа алфавит там и нумерологическая структура шифровки вот в этом весь всегда и подвох таких магий графических ну что ж идите по пути предательства потом все равно вам придется вернуться в те культы которые вы предали потому что мода вами управляет и кто задает тренд тот и управляет вами потом придут снова и вы снова будете вот так сверху вниз сверху вниз падать ползти падать после падать потом не удивляйтесь почему у вас магия не работает мода прошла и вы резко изменитесь я знаю потому что я изучил уже эту аудиторию людей окружающих великих блогеров магистров наших шизофренистов шизотериков которые не имеют своего мнения не имеют своих мозгов и не имеют своего творческого проявления они способны вестись на толпу мода на арабскую магию мы все супер зна мы все знаем арабской магии вот мода на чернокнижей но мы все знаем о чернокнижей мода на египетскую магию все 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 коптами стали все знают о египетской магии уже финикийцами стали там новодельные алфавиты от финикийский вот все поздравляю вас вы ведомы вы как маленькие марионетки это значит вы не маги значит вы ничего не имеете понимаете вы не способны что-то создать самостоятельно вы способны только с подобное что-то создать а новое из этого же культа не а и это деградация поэтому вы вернетесь откуда пришли поэтому вам придется платить этим культом потом незаметно и вы влезете просто в такую хрень на делаете ошибок и потом не влезти не как-то и вам придется возвращаться назад откуда вы пришли восхваляясь нова но кажется жопу лизать уже новую статова культ который вы придали не получится ну что ж всем удачи успехов вам был александр печуев как говорится ставьте лайк комментируете надеюсь я донес до тех людей которые хотели бы включить свои мозги да уже не в состоянии потому что как ведомые марионетки идут как говорится в ловушечку магическую ловушку а назад дороги не будет и каждый спасется от тупости своей давить и слепоты великий ясновиц удачи а